Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Вакцинация населения от коронавируса. Этому вопросу посвятили сегодня расширенное совещание с участием членов правительства, глав городов и районов и духовенства Карачаева Черкесии. Уголовное дело за поддельные документы. Полицейские выявили факт изготовления и реализации фиктивных сертификатов, о прохождении вакцинации совершенные работницы районной поликлиники. С каждым годом в эту акцию все больше и больше вовлекается людей. Более 9 тысяч различных саженцев высадили в парках, скверах и общественных территориях республики. Он был любимцем народа. Его работы известны всем жителям республики. Хабезе открыли памятник Хатызике Мрюгову. Сегодня в Черкесии состоялось расширенное совещание по вопросам вакцинации населения с участием членов правительства, депутатов, медработников, глав городов и районов духовенства Карачаева Черкесии. На встрече собравшиеся озвучили конструктивные предложения, как достичь коллективного иммунитета и снизить рост заболевания. Репортаж Альбины Ламковой. Скоро будет два года, как население страны живет в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В нашей республике все началось в апреле 2020-го, развивалось с разной степенью интенсивности. Вакцинация против COVID-19 в Карачаево-Черкесии стартовала в конце прошлого года, когда в регион поступила первая поставка. Тогда и начались массовые прививки. Они считаются непринудительными. Но когда встает вопрос жизни и смерти, речь о добровольной вакцинации неуместна, сказал в своем выступлении главный санитарный врач Карачаева-Черкесии Сергей Бескокотов. Он подчеркнул, что сегодня в регионе принимаются комплексные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые базируются на постоянном анализе тенденций эпидемиологического процесса и проведения профилактических мероприятий. Но все равно этого недостаточно. И добавил, что объявленные выходные дни дадут огромный толчок к снижению заболеваемости. Президент Российской Федерации объявил каникулы. Они начнутся со следующего понедельника по всей России. Многие уже, ну и не только у нас в республике, везде, уже бросились скупать туры за границу по России, какие-то курорты. Использовать это для отдыха, для общения. К сожалению, не для этого все это было объявлено. Детишки, которые посещают садики, также у нас со следующего понедельника неделю будут находиться дома. Это тоже огромное значение. Я вас уверяюсь, ситуация у нас в республике и в России не улучшится. Это будет продлено. Потому что сейчас буквально на пределе. Сергей Бескокотов сказал, что стабилизация эпидемического процесса и предупреждение дальнейшего прироста числа заболевших возможно при формировании коллективного иммунитета, который позволит обеспечить проведение массовой вакцинации. На совещании были озвучены конструктивные предложения от общественного деятеля, правозащитника, основателя территории милосердия и депутата Народного Собрания Республики Расула Кубанова. Он рекомендовал возобновить общественный контроль, озвучил проблемы, с которыми сталкиваются те, кто болеет ковидом. В частности, дорогие лекарства. Констатируем такой факт, что на сегодняшний день врачи чуть ли не через одного выписывают им актемру. Это очень дорогой препарат, которого нет на фармрынке вообще. И люди с утра до ночи рыщут, ищут, чтобы найти эту актемру. Безусловно, этим пользуются те люди, которые привозят эту актемру из-за границы и перепродают по достаточно завышенным ценам. Безусловно, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. Медработники работают в беспрецедентных тяжелых условиях, отметила заместитель министра здравоохранения республики Тамара Кепкеева. Сейчас идет так называемая четвертая волна. В среднем за неделю поступило 650 человек, чего не было ни в одну волну. В каждой волне это заболевание протекает все тяжелее и тяжелее. И, безусловно, потребность в лекарственных препаратах, оно бывает в разы выше, чем мы имели в предыдущий год. Мне бы хотелось вот с этой трибуны и в этой глубоко уважаемой аудитории сказать, что информационную пропаганду должны вести наравне с работниками здравоохранения и вся общественность, и все общественные организации Карачаево-Черкесской республики. Много вопросов поступает и по лекарственному обеспечению. Лекарственное обеспечение в госпиталях идет за счет самих госпиталей. Финансирование госпиталей идет через фонд обязательного медицинского страхования, минуя Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской республики. Мы со своей стороны проводим мониторинг обеспеченности препаратами, в первую очередь самыми необходимыми. На совещании выразили признательность всему медицинскому сообществу региона, а также работникам профильных департаментов за совместную работу в этом направлении. Пандемия коронавируса меняет привычки. С первых дней соблюдаются все меры по нераспространению инфекции в мечетях и храмах. Сейчас отменили пятничный намаз. Священнослужители убеждены, что самый надежный способ победить эпидемию сегодня – это вакцинация. Они призвали граждан проявить сознательность и получить прививку от коронавируса. профилактической прививки от коронавируса. Отделением дознаний по Уиджакутинскому району возбуждены уголовные дела. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 27 016 человек, из них 23 583 выздоровели, 1055 человек госпитализированы. Полицейские Уиджакутинского района проводят проверку по факту ДТП с тяжкими последствиями. Накануне вечером на федеральной автодороге Черкесск-Домбай водитель автомашины «Лада Приора» 30-летний житель Уиджакуты, двигаясь в направлении Черкеска, допустил попутное столкновение с «Лада Приора» под управлением 28-летнего водителя, который не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач. В результате автоварии 28-летний водитель «Приора» от полученных травм скончался на месте происшествия. В Карачаево-Черкесии прошла всероссийская акция «Сохраним лес». Парламентарии республики присоединились к экологической акции, инициированной Министерством природных ресурсов и экологии. На землях лесного фонда, а также в парках, сферах, общественных территориях республики высадили более 9 тысяч различных саженцев. Деревца, липы, клена, ясеня будут теперь расти на территории нового корпуса – дома-интерната для престарелых инвалидов. В акции также участвовали волонтеры из молодой гвардии, партийный актив, а также все неравнодушные жители республики. Главная цель мероприятия – показать, насколько важна природа и что ее нужно сберечь для новых поколений. Акция проходит ежегодно, и я думаю, что она будет продолжаться. Почему? Потому что с каждым годом в эту акцию все больше и больше вовлекается людей. Очень важный объект, который в скором времени будет введен в эксплуатацию. Мы решили таким жестом тоже как бы внести свой вклад в инфраструктуру этого очень важного объекта. Сегодня заметно похолодало и выпал первый снег. Какой будет погода завтра? Узнаем у наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами небольшой снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1-6 в горах до 11 градусов мороза, а днем 5-10 выше нуля и местами до плюс 4. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северо-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2-4, а днем 7-9 градусов выше нуля. Это Большие Вести. Прямом эфире мы продолжаем. До 1 декабря россиянам необходимо заплатить налоги, напоминают в Управлении налоговой службы республики. Жители Карачаева-Черкесии уже начали получать бумажные и электронные налоговые уведомления по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам. Согласно налоговому кодексу Российской Федерации, конверт с уведомлением адреса должен получить лично. Не допускается передача письма третьим лицам, а также размещение в почтовом ящике, сообщают налоговики. Налоговые уведомления направляются всем налогоплательщикам, у которых есть в собственности либо автомобили, либо жилое имущество, дома, квартиры или земельные участки. Все данные в налоговом уведомлении на основании сведений, полученных из регистрирующих органов. То есть органы Росреестра, ГИБДД направляют ежегодно сведения о зарегистрированных правах и налоговые органы делают этот расчет и, соответственно, формируют налоговое уведомление. В Хабезе открыли памятник известному скульптору, заслуженному работнику культуры Хатызе Аминовичу Кемрюгову. В наших сюжетах мы часто освещали события с открытия памятников и монументов по всей Крачево-Черкесии, автором которых являлся Хатызе Кемрюгов. В этот раз памятник поставили самому скульптору в его родном ауле. Фатима Даурова побывала на месте события. Белая ткань прикрывает бюст скульптора Хатызе Кемрюгова. Еще пока не началась официальная часть церемонии открытия, а люди все подходят и подходят. На импровизированной выставке представлены творческие заготовки мастера, макеты известных скульптур автора. В республике мало кто не знаком с его работами. Это первый в России памятник афганцам, установленный в Хабезе. Памятник милиционерам, погибшим на боевом посту перед зданием МВД в Черкесске. А еще памятники композиторам Аслану Даурову и султану Седакову. Мемориальный комплекс в Малом Зеленчуке. Памятник матери Черкешенке, приютившей детей Ленинграда. И много других скульптурных работ по всей республике. Он был любимцем народа, улыбающийся и в радости, и в горести с нашими людьми. Очень символичное, что сегодня памятник открыли на территории нашего прекрасного Творца культуры, в котором находятся плоды его труда. В каждом выступлении сквозила теплота, воспоминания от знакомства, общения и сотрудничества с Хатезой Кемрюговым. Кто-то его знал как друга, кто-то как коллегу, а многие как учителя и наставника, чьи советы до сих пор применяются в жизни учениками. Я восхищалась всегда им как человеком, как скульптором. У него замечательное образование питерское было. Я все годы, вот 30 лет, я как создала это отделение, мечтала к себе забрать его в штат, чтобы он преподавал. Бронзовый бюст мастера выполнил его однокурсник и близкий друг. Заслуженный художник России, член-корреспондент Петровской академии науки и искусств Александр Крутиков. Их жизненные пути соединились в годы учебы в Ленинграде, а преддипломную практику прошли в Новосибирске. Александр остался там жить и работать, а Хатезу Аминовича позвала родина и желание приучить аульских детишек к высокому искусству и научить их секретам своего мастерства. Бронзовый бюст. И он сделал так, как сам Кемрюгов мечтал. Не любил вообще пиджаки, галстуки. Был самым простым. И мы ему к фотографии последние, он сам у нас бывал в гостях. И он сказал, я буду любить его таким, каким я его помню последнюю нашу встречу. И действительно, с высоты пидестала на нас смотрит человек с самой широкой души своим открытым и добродушным взглядом. Легкая улыбка скользит по бронзовому лицу, как настоящая. Хатезу Аминович всегда так улыбался, занимаясь своим любимым делом. В своей крошечной мастерской он творил народное достояние республики. Фатима Дорова, Марина Кушпова, Расул Бердьев. Вести. Карачаева, Черкесия. Хабес. Заместитель директора комплексной спортивной школы «Победа» Батыр Джанкёзов стал победителем международного онлайн-турнира по быстрым шахматам. Он набрал пять очков из шести и занял первое место. В турнире по швейцарской системе состязались 16 участников из пяти стран. Удалось победить практически все свои партии в достаточно напряженной борьбе. И наиграв дополнительное количество партий, выполнил норму кандидатов в мастера ФИДе, то есть Международной федерации шахмат. И жду в течение недели официального документа, подтверждающего это звание. Я планирую продолжать тренироваться и участвовать в соревнованиях. Ближайшее соревнование – это чемпионат мира по онлайн-шахматам, который пройдет опять-таки в онлайн-формате с 1 по 4 ноября. Таким был понедельник Карачаева-Черкесии, а прямо сейчас премьера детективного фильма «Медиум». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»